Поднять воображаемую гирю, достать из кармана несуществующий предмет, изобразить ту или иную эмоцию. Эти и другие упражнения стали основой мастер-класса по актерскому мастерству. Он и еще шесть занятий по разным дисциплинам прошли в рамках конкурса «Ярмарка наших увлечений», который состоялся на базе детского дома «Ровесник». Ребята учатся правильно говорить, ясно выражать свои мысли, свои поступки, отвечать за свои поступки. То есть это все направлено именно на развитие детей, чтобы в будущем они чувствовали себя более раскрепощенно. В мероприятии приняли участие более 50 школьников. Это дети из детского дома, ребята из замещающих и неблагополучных семей. Основная задача организаторов ярмарки – социальная реабилитация школьников. В какой-то степени это и профориентационная работа, учитывая то, что строительная мастерская, швейная мастерская, ну естественно и творческая, и художественная мастерская, естественно по интересам. Поэтому мы сотрудничаем со многими учреждениями образования и в дальнейшем ребята выбирают свою будущую профессию. В преддверии Нового года на кулинарном мастер-классе ребята готовили блюда на праздничный стол. Основные критерии, чтобы было вкусно, быстро и полезно. Под четким руководством педагогов за 45 минут из минимального количества продуктов юным поварам удалось сотворить вот такие кулинарные шедевры. Дети сегодня взяли несколько продуктов. Это сыр, масло, чеснок, помидорка и зелень. И нужно вот из этих ингредиентов всем детям, которые принимают участие в этом конкурсе, приготовить свое блюдо, определить название его и сделать его и преподнести для праздничного стола в очень красивом убранстве. Для любителей кройки и шитья отдельная площадка. Здесь, в швейной мастерской, школьники делали вот таких ангелов-оберегов из ткани, лент и кружева. Самое сложное – уложиться в установленное правилами конкурса – 45 минут. Но рукодельницы справились и с этой задачей. Убрала небольшой кусочек ваты и заматывала его в белую тряпочку. Затем делала руки из остатков и дальше делала юбку. Затем я пришила крылышки и ленточку. Среди участников мастер-класса оказались и те ребята, которые являются постоянными посетителями швейной мастерской. Много чего я делаю тут. Мне понравилось. А что интересно в процессе? Я учусь тут всему шить, вышивать. Кроме швейной мастерской, театральной и кулинарной площадок, в рамках конкурса прошли строительные и художественные краеведческие мастер-классы. Оценивала работу школьников компетентное жюри. Самых активных и креативных участников наградили медалями и грамотами. В дальнейшем на базе детского дома «Ровесник» планируют открыть отделение социальной реабилитации и профессионального самоопределения для воспитанников учреждения и детей, состоящих на различных видах профилактического учета. Полина Понасицкая, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.